приветствую вас на своем канале сегодня плановое видео пустые баночки за чудесный месяц май и вот я подготовила все пустые баночки и по обычаю сначала хочу рассказать о фильмах которые меня поразили на которые я сходила отдохнула получила неимоверное удовольствие первый фильм это материнский инстинкт это ремейк фильма французского насколько я помню 2018 года и главные роли в этом фильме сыграли две оскароносные актрисы это джессика чистый обычно она такая вот рыжая бестия на мне очень нравится и также n хэтуэй действия в фильме разворачиваются в 60-х годах показаны две образцовые такие домохозяйки одну зовут элис другую селин и вот это вот селин играет n хэтуэй я пошла на этот фильм вот меня просто потянуло потом когда я на него пришла я пожалела потому что какие-то не очень были приятные впечатления дело в том что там мальчик упал с балкона маленький мальчик ему 6 или 7 лет и конечно же все страдали и в том смысл что две домохозяйки у них мальчики одного возраста и они как бы помогали друг другу одна вот это которую сыграла n хэтуэй селин это был ее единственный ребенок она больше не могла родить еще ребенка и вот у нее к сожалению такое случилось несчастье а у джессики чистый на тоже был мальчик и они с мужем планировали еще завести детей но она хотела выйти на работу у нее вот были такие вот ну ей хотелось как бы себя реализовать и быть образцовой матерью ну как обычно это бывает после того как вот ребенок упал с балкона усилин то есть которую играла н хэтуэй она немножечко стала сходить с ума но она так вот по умному по интеллектуальному сходила с ума то есть она продумывала как ей завладеть ребенком своей подруги и я не буду все подробности рассказывать меня фильм конечно шокировал и концовка меня шокировала фильм интересный и особенно мне еще нравятся наряды я сначала думала что мне н хэтуэй будет больше нравится но мне в этом фильме очень понравилась вот это джессика чистый ей так шли все подобранные наряды это просто что-то вот кто любит смену нарядов посмотрите этот фильм далее второй фильм будет два фильма это фильм джойка про балерину вообще вот я заметила мне нужно было наверно стать балериной потому что вот во мне есть вот это вот мне хоть хоть вот я с каким-то воздыханием смотрю фильмы про балерин я обожаю балет я все люблю связано вот с балетом и даже мне когда я была в декрете с первым ребенком подарили сертификат на посещение вот групповых занятий в коми сервисе тогда у них был такого то здоровительный клуб спортивный то я походила несколько раз на балет мне так это понравилось и девушка преподаватель она сказала что я бы подошла по параметрам хотя я всегда думала что у меня метр семьдесят четыре и я не тонкая кости и что я никогда не подойду она говорит что была мода именно вот на высоких девушек балерин и вы бы очень подошли мне это конечно же согрела душу но давайте же перейдем к фильму джойка потрясающий фильм ни капельки не жалею что сходила я тогда заболевала и в первый день заболеваемости я выпила вот этот порошочек еще нормально себя чувствовала все таки я сходила на этот фильм я еще не кашляла не чихала но чувствовал что я заболеваю и меня этот фильм можно сказать вылечил моя болезнь прошла очень легко на ногах в движении вот это орви без температуры в фильме снялась даян крюгер и она сыграла круто преподавательницу балерин а балерину джойку сыграла актриса талия райдер это просто что-то вот эти вот ее ее дыхание ее вот этот вот профиль ее волосы ее фигурка потрясающе сыграла актриса талия райдер вот эту джойку вообще о чем фильм про вот эту балерину джойку то что американка она была поклонницей русского балета и захотела отучиться на балерину и приехала в россию и ей попалась вот такая вот жестокая преподавательница в роли преподавательницы даян крюгер я всегда думала что диана крюгер оказывается даян крюгер я почитала как название актрисы она потрясающе сыграла вот эти наряды которые одевала преподаватель и вот эта цепочка плетение такое вот типа якорная и вот эти шарики очень красиво вот одна цепочка и вот эти вот наряды такие для балерин и даже сегодня в такой маечке под балерину кашу а еще мне понравился актер который сыграл балеруна если говорить как народе это олег и венка причем он сам танцор город харьков украина он очень понравился как сыграл роль вот я люблю когда мужские роли меня притягивают он очень молод такой вот ну просто смысл в том что очень тяжело пробиться в примы в русском балете а она еще и американка но она была одаренная и как она всем хотела показать что она может и она это показала но через что и пришлось пройти еще там очень хорошо показаны эмоции чувства девушки которые нашли покровителя и вот джойка или джой воман как звали вот эту девушку балерину кстати фильм основан на реальных событиях она не смогла пойти в руки покровителя хотя все козыри были в ее руках она могла это сделать и вот ее парень и а в будущем муж вот этот вот олег и венка по фильму по роли он потом завел себе тоже покровительницу и покровительница это было осипова балерина которая поклонялась вот эта американка очень интересный фильм советую вот меня я его смотрела на одном дыхании и переходим к моим пустым баночкам как обычно я ложу их вот в эту коробочку такую вот обычная коробочка из фикс прайс но мне нравится цвет меня успокаивает мне нравится собирать сюда пустые банки и начнем с декоративки закончился у меня вот такой вот а праймер от бренда белита линейка лэб колор мейкап праймер color correct корректирующий праймер под макияж сияющий эффект сияния кожи я его закончила но сам праймер меня не покорил он такой вот силиконистый 20 миллилитров упаковки но правда упаковка качественная он не закупоривал мне поры я его хорошо смывала в конце дня этот праймер все тональники ложились на него хорошо и тональный крем от витокса именно сиси крем и тональный крем 2 от витокс тональный крем корректор там три в одном ложился прекрасно неплохой праймер но я сделала вывод что я лучше буду пользоваться в качестве праймера своим уходовым кремом и чем больше он будет увлажняющий питательный тем лучше поэтому этот праймер не советую наверное вот я подумал попробовать праймер сияющий от люкс визаж его очень хвалят также закончилась тушь от витокс а именно пришел момент когда ее нужно выбросить ей уже больше трех месяцев это тушь от белорусского бренда витокса линейка люкс шоу это любимая линейка декоративной косметики не только у витокс мы сейчас наверное во всей белорусской косметики мне очень нравится то что они делают называется тушь накладные ресницы уникальная щеточка здесь с микросферами и действительно здесь уникальная щеточка с микросферами я снимала обзор на эту тушу даже не могу открыть ее здесь щеточка она действительно делает эффект накладных ресниц за счет того что есть микросферы на щетинках и микросферы разных размеров я не ожидала что белорусском сегменте декоративки можно найти такой декоративный элемент вдобавок здесь написано роскошные ресницы одним движением туждая ресниц разработана в италии витекс они используют компоненты итальянские очень мне нравится и упаковка и щеточка мне подошла хотя я поклонница силиконовых щеточек но эта щеточка действительно выполняет все функции и в нанесении она удобно подходит по эргономике моему глазику и делает действительно эффект накладных ресниц неплохо наслаивается то есть все козыри у этой туши советую попробовать ее почему-то сильно не рекламируют но мне она понравилась зашла также закончились тени я их пересыпала в коробочку от маг несколько было походов магазин маг я делала покупки когда-то и мне давали в подарок вот попробовать какое-то косметическое средство вот в таких вот баночках и я сюда пересыпала остаток от теней от инглот коллекция дженнифер лопес назывались тени пигменты сильвел доллар но там был не серебряный доллар оттенок оттенок был почему-то нежно-розовый золотинками и я закончила с удовольствием эти тени здесь уже ничего нет пигменты от инглот я не очень люблю но вот коллекция дженнифер лопес была неплохая и пигменты были неплохие я их использовала и в качестве теней на все подвижное веко и в качестве хайлайтера неплохие были пигменты у джей ло поэтому закончила с удовольствием вообще косметика инглот мне она нравится правда мне кажется что она дороговато и не так ну вот хочется чего-то еще вот не хватает какой-то изюминки этой косметики напишите как вы относитесь косметики нглот принципе их форматы теней и тональники хвалят и кисти или посоветуйте мне что мне попробовать кроме подводки жидкую подводку я покупать не буду то есть кремовую подводку я знаю это у них хит вот что-нибудь что вот вас покорила в косметике инглот напишите мне также закончилась вот такое вот масло сейчас белорусские бренды очень любят выпускать масла такие для губ которые похожи на колоранс и это у меня такое вот масло а именно масло для губ эффект глянцевые глазури молодцы релуи они очень красиво все расписывают оттеночек то 02 нектар богов в линейке насколько я помню три оттенка мне понравилось это глазурь она действительно не растекается по губам хорошо лежит и на матовой помаде на глянцевой помаде но если вот хотелось бы еще в каких-то уходовых свойств я не получила эти уходовые свойства то есть он это просто вот глазурь в качестве глазури круто но если вот как уход наносить утром перед помадой увлажнить губы нет нет даже кажется что немножечко не подсушивала но губы вот как были так они оставались после этой глазури поэтому только ради эффекта вот этого вот глянца этой глазури на губах это да наверное с этой целью и создавалась это масло для губ насколько я помню там еще были заявлены и уходовые свойства мне только понравился эффект глянца глазури от этого средства так упаковка неплохая она у меня падала несколько раз аппликатор удобно наносит эту глазурь поэтому неплохое средство побаловаться рубрика парфюмерия у меня закончилась аж четыре флакона но они не совсем большие первый флакон это бренд эти парфюм по мотивам аромата от киллиан такого редкого о нем вообще не слышала чтобы кто-то говорил спор блогеров это и кис from rose то есть поцелуи розы меня заинтересовало что youtube парфюм есть такой редкий аналог код а к 3 15 миллилитров в бутылочке очень удобный такой вот сумочный вариант очень люблю эти флаконы это тип парфюма они сейчас короче уже выпускают но тоже 15 миллилитров что касается этого аромата то у оригинала парфюмер альберта марилес легендарный аромат естественно здесь пирамиде есть роза и что же здесь за розы это просто живая такая какая-то бархатная роза в хрустальной вазе сталой водой вот здесь еще аромат остался вариация на тему такой чистой молоденькой розы есть здесь и зелень есть здесь и вода все очень красиво обыграно ноль у до ноль укропного ветивера такая вот именно вычищенная композиция я вот рада что познакомилась с этим ароматом мой восторг далее аромат тоже от любимого бренда аналоговой парфюмерии с парфюм чтобы я не покупала все сверх удачные очень красивый аромат и вот этот аромат именно код к 2 по мотивам кили анджелс легендарный аромат в таком хрустальном флаконе у меня есть из этой алкогольной коллекции аромат розы на льду я не знаю почему я не купила тогда именно вот именно пары ангелов и у с парфюм он сделан просто филиграна я купила другого бренда у джуви там не такой аромат не такой аналог вот именно этот аналог от с парфюм здесь во флаконе по-моему тоже 15 миллилитров очень удобный формат качественное оформление качественное звучание вот я говорю об ароматах перед съемкой я не покушала него очень шумит желудок я не знаю это запишет телефон или нет ну если что я за свой желудок не отвечаю я выпила только кофе с молоком успела выпить но ничего блогер такой же человека это не эльф это не муза х может быть и муза но человек и мне еще должен сын написать я должна ему сочинение подсказать что касается этого аромата я влюблена в этот аромат здесь прекрасная такая вот именно пирамида то есть верхних нотах просто коньяк в средних нотах корица бабы танка и дуб и тут тут такой вот размочена действительно вот эти наверное словили вот эти пары ангелов то есть когда настаивается вот коньяк то пары которые выходят через поры в бочках вот их типа ловят об этот флакон и корица здесь она кому-то дает штрудель базе 10 пролине ваниль и сандал ну вот какую ноту не возьми то коммерческая нота я обалдею от этого аромата также я получила очень классный комплимент на этот аромат от соседа он был просто обескуражен когда спросил у мужа что на мне за аромат он наверное специально сказал ты пахнешь публичным дома мне стало так смешно ну вот такой вот аромат и я даже думаю наверное еще раз купить с парфюм этот аромат потому что от бренда у джуви мне не понравился он не такой красивый вот этот я любила и вдыхать здесь вот именно таких к размоченная какая-то пробка и вот эта корица которая дает оттенок вот этого штруделя яблочного очень красиво то есть этот аромат он раскрывается таким каким-то манящим вкусным пряным чем-то чем-то укутывающим и так как я обладательница холодной кожи то я могу носить этот аромат круглый год но он вот он меня как-то вот радует он какой-то такой многослойный текстурные бархатные объемные просто невероятный аромат ну вот кто любит такой вот коньячок в парфюмерии да еще шарлоточкой попробуйте но вот это по парфюмерному необыкновенно красиво следующий аромат который закончился я очень интенсивно пользовалась просто это сумочные варианты тоже от бренда с парфюм код l6 по мотивам легендарного аромата сантал 33 это же блестящая вариация на эту тему многие не любят этот аромат за огуречные рассолистый сандал я никакого огурца здесь не вижу аромат очень красивый я не знаю почему мерещится кому-то огурец может быть это на горячей коже здесь ноты вот они раскрываются красиво это на тему сандала именно сандала зеленого сандал бывает разные но здесь именно такой вот зеленый не молочные также здесь есть нота кожи кожу я здесь не ощущаю почему-то она для меня завуалирована также здесь есть папирус и вот кто-то говорит что это папирус дает вот эту солоноватость также вирджинский кедр фиалка кардамон ирис и амбра и вот я даже не хочу раскладывать его на ноты он сам такой вот именно сам по себе гармоничный аромат такой вот на каждый день универсально вот если я не знала что нанести нужно что-то нанести я наносила его но он у меня то есть мне не делали комплимент ни разу на этот аромат хоть ты им облейся хоть ты им переборщи вот их комплимент не получила но мне нравится вот это вот именно хрустящая какая-то свежая вот это зеленца папируса сандала здесь сандал кстати скорее всего в разную погоду иногда он может показаться зеленым а иногда может быть и молочным но я одурманена именно вот это этим вот сандалово каким-то хвойным очарованием со сладковатой нотой фиалки вот так бы я характеризовала этот аромат и не знаю почему он так нашумел но композиция интересная он скорее всего в этом просто аромат нюдовый на каждый день вот как сейчас модно нюдовые ароматы аромат и есть но он такой вот именно телесный для себя аромат скорее всего кока я удивилась что некоторые парфманьяки покупают по два флакона от лилабо ради этого аромата но мне напоминает этот аромат вот у эти парфюм есть аналог на тоже от бренда лилабо и на за 13 и вот и на за 13 и сантал 33 они очень похожи на мой взгляд тоже но то нагретой бумаги вот когда она выходит из принтера что вы на за 13 что в сантал 33 аналогах также закончился у меня флакончик уже побольше 50 миллилитров это бренд с меня смеются но я так скажу педи парис по мотивам жадор к 268 мне его прислали но мне не нравится эта упаковка правда на нее пожаловаться я не могу тоже хороший сумочный вариант здесь объем 50 миллилитров очень долго я его использовал вообще жадор я не очень люблю но так как я очень хорошо знаю этот аромат поэтому я его и выбрала это любимый аромат у моего сына но он почему-то вот педи парис не пшикался в итоге я его поставила в ванной комнате и после душа орошалась вот этим вот жадора вообще что касается жадора жадор это аромат цветочный фруктовый выпущен далеком 1999 году у него есть награда я не очень любила этот аромат хотя использовал за свою жизнь где-то флаконов 3 он мне надоел этот аромат но он он один такой то есть я его узнаю в шлейфе здесь верхние ноты и груши и дыма дыня магнолия персик мандарин бергамот мне нравится ароматы с нотой магнолия кого-то раздражает дыня уксусом там отдает мне ничего не отдает средние ноты жасмин ландыш тубероза фрезер розы такая богатая пирамида орхидея здесь и слива и фиалка в средних нотах такой вот красивый цветочный аромат и базовые ноты меня удивили тут не только мускус ваниль кедр здесь в базе ежевика и мне кажется за счет того что вот такие вот ноты базовые он достаточно стойки что аналог что оригинал оригинал очень приближен то есть аналог от педи парис очень приближе но все равно вот же дорта мне кажется компоненты может быть подороже хотя здесь мне тоже компоненты очень понравились также у меня этот аромат ассоциируется немножечко с шампанским то есть это белые цветы в шампанском сразу вспоминается вот этот флакон видишь шеи клеопатры вот это вот шея обвешана вот этими кольцами колье очень красиво и мне нравится здесь вот мне нравится его раскладывать на ноты угадывать вот это вот когда выходит магнолия потом здесь выходит я чувствую и жасмин красивый и ландыш то есть это аромат о чем это не громкие такие вот не сладкие фрукты легкие белые цветы и немного шампуня на каждый день тоже подойдет я бы отнесла этот аромат тоже такому аромату весеннему на каждый день вот он весной будет то что надо вставлять после себя красивый такой женственный белый цветочный шлейф поэтому аналог достойный оригинал достойны вот кто поклонник этого аромата можно посмотреть у этого бренда но правда я бы наверное посмотрел у бренда азмерли или с парфюм все-таки с парфюм они повторяют ароматы филигранна очень я люблю этот бренд цены не сильно низкие а даже для меня высокие за эти 15 миллилитров вот есть и жадор то я бы попробовала от с парфюм это мои личные предпочтения теперь уход для лица и у меня закончилась для начала вот такое вот масло очищение для лица антиоксидантное это бренд берита и моя любимая одна из любимых линеек чага антивозрастной уход очень мне нравится вся линеечка и масло покупаю уже не знаю в который раз уже сбила со счета как я им пользуюсь да просто вечером чтобы снять косметику наношу написано на влажную кожу это масло вот так вот его разношу по лицу она превращается в такое молочко и смываю она хорошо смывает косметику для глаз я применяю все-таки мицеллярную воду желательно двухфазную очень мне нравится здесь 95 миллилитров вообще даже она прекрасно будет подходить и для того чтобы очистить поры есть второе применение этого средства то есть на сухую кожу очищена нанести это масло и растирать несколько минут вот такими плавными движениями потом смыть и таким образом очищаются поры далее у меня закончилась сыворотка то есть после очищения я решила пробовать сыворотку но я ее применяла когда было так холодновато это сыворотка от бренда витекс линеечка это секреты азии очень мне тоже нравится эта линейка она 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 у них одна из старинных то есть уже давно существует они не снимают эту линейку и здесь такие активные ингредиенты как 3d ретинол масса цубаки стволовые клетки ls муцин сыворотка для лица шеи декольте я ее пользовалась коррекция морщины контура лица день-ночь 50 плюс неплохая сыворотка просто зачем мне тратиться на какой-то ретинол если я могу купить ретинол в белорусской сыворотке и пользоваться написано что подходит для всех типов зрелой кожи и мне нравится состояние моей кожи только осенью у меня были высыпания я не знаю с чем они связаны скорее всего с нервами а вот когда пользовалась этой сывороткой все замечательно то есть у меня нареканий нет я не поклонница сывороток я люблю просто нанести после тоника какой-нибудь уходовой питательный или увлажняющий крем но вот эта сыворотка мне понравилось может быть что-то или попробую всю линейку с ретинолом или еще куплю эту сыворотку еще не знаю но я люблю пробовать все новое экспериментировать также у меня закончилась вот такая вот увлажняющая маска это опять же бренд vitex линейка люкское самоомоложение увлажняющая маска для лица шеи и декольте использовала только для лица написано с пептидным и gf комплексом насыщение влагой на клеточном уровне такого вот прям насыщение влага я не почувствовала хоть здесь и заявлено что это премиум класс эту линейку очень хвалят здесь такие антивозрастные ингредиенты как и вот этот комплекс пептидный и gf и иосомогелин и никотинамид и гиалуроновая кислота и золотой даже османтус я не слышала золотом османтусе но вот после 10-15 минут как они говорят нахождение этой маски на моем лице такого увлажнения я не чувствовала поэтому обычная маска универсальная но не премиум класс как заявлено эту маску я использовала обычно после пилинга у меня опять же пилинг тоже белорусские я пилингом не злоупотребляю пользуюсь один раз в неделю или один раз в две недели и вот попробовала вот такой пилинг а это у меня уже второй флакон еще какой-то пилинг пробовала в от раз попробовала пилинг для проблемной кожи то есть 5 процентов салициловая азола и 9 миндальная кислота ставь явлено домашний уход fleeting для проблемной кожи но вот когда у меня начались проблемы с кожи тогда и она купила и умывалку для проблемной кожи и вот этот пилинг и может быть даже помогло мне понравилось пользоваться и я не могу пожаловаться что у меня были какие-то там высыпания такие как они были осенью поэтому использовала до конца потому что пилинги надо вовремя допользовать у них ограниченный срок годности с удовольствием использовала как я пользовалась просто нанести на кожу лица избегал области вокруг глаз и губ оставить на 5-10 минут смыть воду использовать не чаще одного раза всех 10 дней я так и делала сначала по-моему было какое-то пощипывание потом кожа привыкла поэтому вот кто боится можете попробовать отличные пилинги белорусские от бренда belita там для разных типов то есть вот именно это для проблемной кожи 5 процентов салициловая азолаиновая и миндальные кислоты то есть вы не навредите на мой взгляд кожи но пилинги надо проводить я вижу эффект от пилинга также мне очень понравилось вот это вот средство то есть у белита есть такая серия называется смарт лай вот в таких вот упаковках то здесь такая трещотка и я пробовала крем цинковый который хорошо убирает прыщики также пробовала очень мне понравился консилер это один из любимых белорусских консилеров из этой линейки и вот потом попробовала патч гиалурон для кожи вокруг глаз микро иглами очень понравился правда его хватит мне на много цвет такой какой-то лазурные цвета тиффани мне приятно было им пользоваться мне так понравились эти три трещотки то есть консилер цинковый крем и вот этот вот крем вокруг глаз что я подошла к этой линейке сейчас на него скидки и решила выбрать еще что-то но там уже для кожи я так и не подняла для кожи наверное лица все такое антивозрастное посоветуйте кто пробовал еще что-то из этой линейки что мне следует купить прикупить потому что три этих средства мне очень понравились я очень довольна я не ожидала также закончился у меня крем от витекс мне его посоветовали это крем дневной с ценнейшими маслами для лица и кожи вокруг глаз ключевое слово органа и миндаль супер питание очень понравился спасибо за ваш совет то что этот крем он подходит и для лица и для кожи вокруг глаз кожа была напитанная то есть не этот крем дал и питание и уход очень отличное средство я довольна также закончился крем мой любимый крем от индийского бренда обора плюсы я о нем уже много говорила он подходит для всего для ног для рук для лица и не так понравилось его свойствия несколько раз наносила на ночь просто я так уставала что ложилась кровать и после очищения снятия макияжа у меня не хватало сил уже нанести крем я на ночь дотягивалась рукой намазывала на все лицо этот крем только вот вокруг глаз не мазала у меня лицо было в отличном состоянии после этого крема поэтому мне этот крем даже подходит для лица какое-то волшебство волосы очень понравился мне бальзам питательный без утяжеления от бренда виток серия роскошный уход всем масел красоты вот меня подтянуло на эти средства его нужно выдерживать этот бальзама на волосах одну-две минуты за это мне и нравится здесь и масло камелии масло манго и масло оливы и масло авокадо и масло сладкого миндаля масло какао и даже масло хлопка я нигде не слышала такое количество масел то есть 7 изысканных масел мне очень понравилось это средство написано для всех типов волос у меня тонкие волосы кудри и тоже пожаловаться не могу на их состояние все чудесно действительно волосы напитанные их не нужно расчесывать натуральные кудряшки также закончились у меня бальзамы оттеночные для волос один бальзам 19 серебристый для седых волос и второй бальзам бежевый двадцатые для седых волос бежевым не давал рыжий цвет на волосах серебристый то что надо я их смешала и получила прекрасный оттенок и даже затянула похода к парикмахеру на покраску мне очень понравился оттенок в перчатках наношу этот бальзам мне кажется его можно и без перчаток наносить вот в таких вот идет флакончиках все чудесно еще мне нравятся эти бальзамы за то что они дают не только хороший оттенок но и они питают волосы за в отличие от других брендов вот белита бренда оттеночные бальзамы советую только вот бежевый он дает рыжий цвет на моих волосах серебристый то что надо такой вот именно серебристый оттенок что касается ухода за телом то закончился у меня гель для душа мороженое ананасовый сорбе линейка тейсти момент вкусные моменты прекрасно аромат не химическая отдушка все чудесно он содержит этот гель для душа протеины козьего молока увлажняет кожу чудесная линейка аппетитное оформление также закончилась вот такая детская мусс пена для мытья руки игры у меня сын младший очень любит моет ручки я сама могу и ручки играюсь зеленое облачко тут все фрути пена потрясающий аромат потрясающий вообще эта серия каляки маляки убелита тоже чудесная не нужно тратиться на такие вот дорогие бренды можно купить убелита и наслаждаться этими каляками маляками я в какой-то суматохе снимаю я нужна и там и здесь и везде нужна ли я вам напишите и последнее это конечно же твердое мыло я всегда кисти мою твердым мылом и закончилась у меня твердое мыло называется флирт и это мыло я покупала в магазине мило крем-мыло туалетное интенсивное увлажнение изготавливается в беларуси город несвиш я не очень довольна этим мылом но а масса куска 140 грамм хватает намного но мыло мне не очень нравится ну как-то так мы лица странно и еще закончилась мыло мне очень понравилось оформление лесная полянка крем-мыло морожка натуральная основа сибирская коллекция по-моему я его увидела фикс в прайсе производитель российская федерация республика татарстан город казань что-то очень мыло много сказания нам поставляют а кстати хочу попасть в казань нам очень хвалили как там все красиво поэтому хочу посетить с экскурсией и мыло неплохое оно такое вот как раньше и название вот это морожка сразу вспоминается детство какой-то уют бабушка хотя у меня бабушка ассоциируется с облепихой одна бабушка мама папы у нее росла облепиха она делала варенье из облепихии и я вот благодаря ей испытываю какую-то тягу к облепихе даже недавно купила варенье с облепихой имбирем и лимоном уже не очень понравилось у меня села камера поэтому возвращаюсь к вам в таком формате вместе со своей лампой да у меня есть лампа мне кажется мое лицо в кадре выглядит довольно таки натурально и вот они пустые баночки в принципе я все рассказала хоть мужу и не понравилось варенье из облепихи зато мне понравилось там еще было варенье из книжники я даже не слышала такой ягоде надо будет попробовать все эти варенье без сахара но самое главное что я хочу вам пожелать это радости вдохновения здоровья и иногда лучше поискать что-то невероятное в простых вещах даже вот в варенье с княженикой облепихой морошкой можно найти что-то невероятное иногда простые вещи даже больше радует чем что-то необыкновенно но также желаю и невероятных сюрпризов пока пока увидимся следующих видео уже скучаю и давайте встречаться в комментариях